Здравствуйте! Меня зовут Василий Бушаров. Я вошел в час, в 7 часов, и вошел в штаб. Каждое утро, выходя из дома, пытаешься не растеряться и не заблудиться, потому что пытаешься найти новую машину. Потому что, наверное, автомобилей 10 уже я искал здесь во дворе. Мне машины дают, я их передаю дальше. Были микроавтобусы трех видов, были какие-то мерседесы. Доброго ранку! Доброго ранку! Ух ты! Буш ты мой! Кто здесь? Здравствуйте! Меня зовут Вася, я алкоголик. Привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Нашелся брать уже? Нет? Да! Как я появился! Как я появился! 23-го числа я четко понял, что 24-го начнется война. Для этого мне нужно было посмотреть немножко ютубчика. И короткие видео в ютубчике показали мне то, что будет и будет сегодня прям ночью. Полностью не спал и полностью все это исследовал. Слышал, как над моим домом прошли самолеты. Слышал первые взрывы. И я потихонечку начал будить своих близких людей телефонными звонками. Поднимал и говорил это словосочетание, которое я никогда раньше не говорил. Все, просыпайся, не волнуйся, началась война. Извините, друзья мои, что я два дня проваливал. Я вот вернулся от телевидения и сейчас буду делать вид, что я прилежно прихожу вовремя все время. Если бы не Паша, я бы наверняка снова опоздал. Мы не заметили, ты всегда вовремя приходишь. Да, вот смотри, Генн говорит, я всегда вовремя. Звук еще не работает. Отбросил фотки в этот штаб, посмотрите. На одних фотках наша плита, на других фотках плита Корсар. Вторая степень защиты, которая пришла в войска. Давай, где себя пока еще больше. В войска. А? У нас третья, он лежит. Третья, мы ее выбраковываем, ты понимаешь. Ты посмотри на вторую, посмотри сейчас группу штаба. Я хотел бы поднять вопрос, куда военкоматы отдают бронежилеты. Чтобы не получилось так, что военкомат отдал в ту же часть, куда и мы. Смотри, мы на данный момент, вот вчера отгрузили центральному комиссариату, областному военкомату отгрузили 40 штук. До этого мы 50 штук отгрузили городскому военкомату на Одесской. Смотрите, сегодня должны приехать пять машинок обещанных. Одну я по новой почте вижу, что едет. И четыре обещали привезти люди физически. Ну, пообещали. Это ткань. Это швейные машинки, притом новые, притом ну. Провизия. Саша. Производство. Гена. Одежда и склад. Максим. Гуманитарная и медицинская помощь и перемещение. Ксюша. Глава штаба здесь на Хакасской. Саша. Стройка. Дима. Координационный центр и горячая линия. Богдан. Буржуйки. Лера. Изготовление коктейлей Молотова и кухня. Соня. Транспорт. Роман. То, что видим, что лежит, лежит у нас здесь абсолютно недолго. И переформатируется, пакуется в микроавтобусы и автобусы и машины. И ездит. То ли к войскам. То ли к оккупированным территориям. Учет ведем по весам. По килограммам. Загружаем. Фиксируем именно в весе. Здесь на этой территории два подразделения. Одно это медицинское. Медицинские препараты. А второе. С понедельника здесь будет стартовать швейный цех. Нам передали машинки. Мы доводим их до ума. Поднимаем из руин. И будем запускать здесь еще одну смену швей. Горло, кашель, капля, глаз, дети. Желудок. У-у-у-у-у! Это цех, в который арендует мой друг Гена. Это производство. Детские качели, горки, какие-то крутые мангалы. Лофтовую мебель. Он вложил во всю эту душу, сделал крутейший офис в стиле лофт. Человек просто такой обстоятельный, по своей природе немец. Все делает по максимуму, не делает полумеры. Он сделал крутые условия. И так получилось, что в этом цеху есть швейный цех, есть сварочный цех, есть приемная, которая стала нашим штабом, есть кухня, которая стала нашей микрокухней. Впоследствии этот цех находится на большой территории бывшего ремонтного комплекса «АвтоВАЗа». И здесь есть много складов, боксов для ремонтов, складских и офисных помещений. И в какой-то момент пришли хозяева этих помещений и сказали, на эти ключи. Сложно делать некоторые вещи. Хлопец, мой знакомый, разыскивал своего двоюродного брата. И мне через наши военные связи удалось найти этого брата. Нашли мы его в морге. И благодаря татуировкам узнали его. Сейчас приехал на ротацию боец. Не на ротацию, приехал в командировку сюда на похороны двоюродного брата. Отпустили его. Мы сейчас передадим ему в часть два бронежилета. Эти приборы есть за границей. Они с одной стороны сказали, дайте просто денег мы с нами купим. В общем, это не очень, как всегда. Нам не нравится. Да, мне тоже не нравится. Я сказала, у нас, как бы, ну... Так это не работает, да. Я сказала, нам обычно надо несколько дней, чтобы мы поняли, что мы именно сюда выделяем деньги. И нам нужна заявка. И нам нужна заявка, сказали, бля, и пока не заявку не прислали. Я такое люблю. Да. Сейчас же надо было несколько дней взять и типа угрозить. Все, хаялы уедут. А берем мы 545, да? Перебиваем. Сейчас разбиваем. Нет, с тобой или с тобой? А, пойдем. Да, с ним. У нас оружие больше. Положим, 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 положим. Да, бедритин. Нет, ну такое расстояние рикошет, мне кажется, вряд ли прилетит. Экспериментальные стрельбы, две новые плиты из пильных дисков. Как они называются, Полин? Диски распиловочные для гранита. Погнали. Огонь. Это выдержало. Это проблема. 5, 45. Неплохой результат. Как вы поставили, мы вышли на третий класс уверенный. Хотелось бы быть четвертый, но пока третий. В любом случае, пошинкуем те пилы, которые у нас есть, и отложим к тому моменту, когда у нас закончится шведская стали, не будет еще финская. Так что будем делать? У меня есть небольшая ивент-компания, которая занималась организацией праздников, вечеринок, какого-то там, ивент-событий. Ивент-компания, которая несла радость и веселье, а я работал в ней руководителем и ведущим, который проводил все эти культурно-массовые мероприятия. И так получилось, что громадное количество моих клиентов, кто не струсил, пришли ко мне и стали здесь же волонтерами, плечом к плечу, продолжать. Кто-то пересылал деньги в конвертах или на карточку, кто-то приходил, помогал руками. Это что-то новое, давай посмотрим. Это типа кордура 500 или что-то такое. Это 600D, 600 плотность, 40 метров. 40 метров, 120. Моя заказчица, которая заказывала мне как ведущего, сейчас работает шевьей в цеху, даже не шевьей, а помощницей швеи. Она нарезает всевозможные там виды тканей и приходит каждый день для того, чтобы работать. На данный момент мы купили 11 тонн крутой стали, но мы понимаем, что потребность примерно 100 тонн. У нас пока нет таких денег, чтобы купить 100 тонн. И поэтому, как только закончатся эти 11 тонн, будем использовать то, что мы использовали ранее. На данный момент из стали Протек 500 мы сделали 1100 пар пластин. В большинстве своем, больше 800, мы заключили в те бронежилеты, которые в Плитановске, наверное, правильно сказать, которые сшили сами здесь на производстве. Французский суп. Французский, локовый? Сырный. Почти, сырный. Нам из Житомира передали 6,5 тонн молочки и теперь у нас сырный суп. Мы все в сборе или не все? Нет, еще не все. Еще идут? Шои, организационное собрание. В среднем все хорошо. Зарплаты не будет. У нас все стабильно. Мы впервые сделали выходной, потому что понимаем, без нас картошку никто не посадит. Здесь записки тех людей, которые нуждаются в бронежилетах для того, чтобы передать их армии. Сейчас мы достанем, как я обещал, в пятницу, в субботу, отсюда 5 бумажек и выделим те самые бронежилеты. Если не радоваться, если не смеяться, даже в самых жутких ситуациях, то очень нужно быстро скиснуть. Не притрушивать голову пеплом и позволить себе радоваться. Ой, стойте, не уходите! Не уходите, смотрите, смотрите, что наш канал сделала, смотрите, поляныться! Все эти люди – это в обычной жизни крупные менеджеры разных направлений, директора страховых компаний, строительных компаний, финансовые директора. Здесь нет ни одного чиновника, здесь нет ни одного человека, который перекладывает бумажки или делает вид, что работает. И сформировался крутой костяк из 12-14 людей штаба, которые закрыли основные направления и начали делать все на этих местах очень быстро. Итак, мой рецепт. Во-первых, действовать, делать. Во-вторых, окружить себя людьми, которые действуют и делают, и не кисли. И третье, ко всему, даже самому жуткому, относиться с чувством юмора. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok